Добрый день, ребят! Рад приветствовать вас в очередном дискуссионном клубе по вселенной Гарри Поттера. Продолжай отвечать на вопросы, накопившиеся за год. Как обычно, минимум монтажа, максимум болтовни. Вопросов еще много, поэтому не будем особо распыляться на приветствия. Начнем, пожалуй. Вопрос скорее о фильме, ибо книгу читала давным-давно. Недавно посмотрела Дары Смерти, и возник вопрос. В начале первой книги Гермиона применяет заклинание стирания памяти по отношению к родителям. Что с ними стало? Можно ли обратить вспять действий заклинания? Не нашла достоверного ответа. Отсюда вопрос. Второй. Обучениках и школах. Пусть пришло письмо из Хоквартса, но родители или сам ребенок ожидает письма, например, из Шармбатона. Могут ли они как-то изменить место обучения или приходится мириться с прилетом другой совы? И по какому принципу делятся дети между школами? Еще в ту же степь. Если ребенок не хочет учиться в волшебной школе, не берем в расчет реакцию родителей, может ли министерство проигнорировать этот факт или же будет оказано давление? И не бабахнет ли однажды такой человек, если останется без обучения и не сможет контролировать свои способности? Родители Гермионы забыли, что Гермиона существует, но после окончания войны она вернулась и расколдовала их. А как иначе-то? Да, заклинание забвения можно снять, если оно было наложено так, чтобы потом его можно было снять. Те заклинания, что использовали Барти Крауч, старший и этот, как его, сверхкороль Чуруальд, совсем из башки выли. А, Златопуст, Локонс, вот да. Вот они уже не щадили людей, и их целью было не сделать так, чтобы заклинание можно было снять. Я думаю, в этом все дело. Гермиона в седьмой книге сама до конца не уверена, что она сможет их расколдовать. Однако, если бы она не была хоть сколько, то уверена, едва ли бы она стала применять подобные заклинания на них. Далее. Приглашение – это лишь приглашение. Разумеется, родители могут отказаться от обучения в одной школе в пользу другой, включая и немагические. Ключевое слово – родители. Едва ли кто-то будет слушать желания карапузов, потому что они всегда чего-то хотят и всегда не того, что надо. Давление министерству не имеет права оказывать. Еще в седьмой книге было подмечено, что никогда раньше не было так, чтобы всех детей именно заставляли учиться в Хогварте. Насчет контроля и бабаха – нет, не бабахнет, но волшебство будет, конечно, всплывать время от времени, как у маленького Гарри. Раньше или позже он узнает правду. Не просто же так печатаются все эти учебники по скорому обучению магии, который еще с собой Филч носил во второй книге. У меня такой вопрос по поводу Маховика Времени. В третьей книге Гермиона говорилось, что были случаи, когда волшебники убивали себя в прошлом или будущем. Но если ты знаешь, например, как Гермиона, что будешь путешествовать во времени, что случится? Они же могут, грубо говоря, остановиться и поболтать. Заранее спасибо. Случится все то же самое. Есть правила, которые нельзя нарушать. Прецедент уже был и закончилась эта катастрофа, об этом у меня есть отдельный ролик. Так что нет, нельзя им встречаться и говорить. Недавно заметил, что фалмеры из Тесс и домашние эльфы очень похожи ввиду малого количества волос на теле, а также сходство им придает их необычная худоба. И раз уж нынешние фалмеры продукт многолетнего рабства, может так же было и с домашними эльфами, ведь если подумать, люди в принципе склонны к сенофобии и в один прекрасный день маги просто взяли да поработили маленьких существ с природным даром к магии просто из-за банальной непохожести. Ну и не стали же домашние эльфы сами бросаться в ноги первым волшебникам? Собственно, сам вопрос звучит так. Как считаешь, являются ли так называемые домашние эльфы деградирующими потомками более благородной в своих облике и культуре расы? Заранее спасибо. Ну то, что они культурно деградировали, так гадалки не ходи. Маги к этому руки приложили или они с самого начала были к этому склонны неизвестно, но я уверен, что подобное раболепие неспроста. И разумеется, магов это устраивает, иначе за столько лет хоть кто-то бы что-то бы досделал, вот как гермиона. С фалмерами тут сравнивать некорректно, фалмеров путем алхимии сделали такими, вот за что кстати и поплатили сами же двемеры. Я не думаю, что маги занимались чем-то подобным, то есть грубого вмешательства не было. Однако культурное гнобление было. Что может быть прекраснее в этом случае, если раб сам не желает сбегать? Стокгольмский синдром, возведенный в гротеск. Так что, возможно, некоторые элементы культуры, вроде одежды, действительно деградировали за долгие века. Какой вид казни использовался в фантастических тварях? Книгу не читал, но в фильме казнь была показана там иная. Да и в Британии что-то про казнь, я только знаю, что там Дементра усасывает душу. Но вот в фантастических тварях другой город, казнь другая. И по фильму я не понял, что это за казнь. Надеюсь, ты знаешь ответ на этот вопрос. Нет, не знаю. И откровенно говоря, знать не хочу. Я не считаю тварей каноном. Но я это я. Ничего удивительного в том, что в каждой стране свой вид казни, да еще и в разные времена, нет. Некоторые из моих зрителей предположили, что та самая арка из отдела тайн также в одно время использовалась как эшафот для смертников. Как конкретно работает та субстанция с тварей, мне неизвестно. Но исход в этом случае ясен. Насколько мы знаем, после философского камня Темный Лорд стал чем-то вроде Химеры. Не значит ли, что Химера и был восьмой осколок души, который мог вселяться в другие тела путем договора? Тогда и все сходится. После смерти всех семи осколков он не умер. Только после того, как заклятие долбанул его самого, он погиб. Да и насколько мы знаем, тело без души жить не будет. Если бы осколков было семь, он должен был умереть сразу после смерти змеи. Но он остался жив и даже произнес роковое заклинание бузиной палочкой. Ну, это секрет Палешинеля. Ты невнимательно вник в суть всей этой чехарды с крестражами. Волдеморт не осколок как таковой. Он оригинал, скажем так, источник. Однако, учитывая, что душа повреждена так сильно, по факту да, он осколок просто самый большой, скажем так. Но он не крестраж. Он источник расколотой души. Поэтому, да, даже с уничтожением крестража необходимо все еще и Волдеморта убить окончательно. Все как и у обычных личей. Об этом заявил сам Дамблдор ближе к концу шестой книги и повторил это в седьмой. Что потом может случиться, если, например, сначала выпить оборотное зелье с волосом одного человека, а потом, все еще находясь под действием первого зелья, выпить еще немного зелья с волосом другого человека или же не человека, а потом еще и наложить на себя трансфигурационный закля... Господи, ребят, вас просто вырвет. Что было бы, если бы Локонс теоретически удалил все кости не только из руки Поттера, а из всего тела, включая голову, привело бы ли это к смерти? По книге неоднократно поминалось, что заклятие действует только до тех пор, пока жив заклинатель. Такой у Слизнерта пропала рыбка, которая ему наколдовала Лили Поттера в день ее смерти, а Гарри Поттер вновь обрел способность двигаться после того, как умер Дамблдор. Как тогда распределяющая шляпа осталась волшебно говорящей спустя тысячу лет после смерти тех, кто ее заколдовал? Получается, шляпу постоянно кто-то переколдовал заново каждый год на всякий случай? Зелья просто бы в лучшем случае не сработали, но я думаю, что все-таки сработали бы, но неправильно, как в случае с Гермионой, особенно если это волос не человека. И лежать такому вот экспериментатору в Мунго месяцами, если не годами, и молиться, чтобы это было не навсегда. Что-то костей я не уверен, что Локонсу такую под силу. Во-первых, он дурачок и сам не знал, что делает. Из книги я понял так, что он сам удивился результату. Ну то есть он не был способен удалить вообще все кости из тела. Ну а если предполагать такой исход, то, как ни странно, что-то мне подсказывает, что маг бы не умер. Да, правила Патрианы местами абсурдны. Помните, как людей со слов других магов располовинивало при трансфигурации? И ничего, живы. А если еще раз прочитать момент встречи Гарри с Артуром во второй книге, если не ошибаюсь. В общем, те места, где он рассказывает про заколдованные предметы маглов или момент в больнице Мунго. Да и, в принципе, по всей книге вы будете встречать много моментов, после которых у вас станет вопрос «Что?», потому что после такого не выживают. А вот падишь ты. Далее вопрос про магические артефакты. Нет, конечно, они не остаются таковыми лишь до тех пор, пока живы их заколдовавшие. Иначе бы их вообще бы не было, потому что люди неизбежно умирают, а всякие дары смерти и прочие шляпораспределительницы все так же существуют. Там имелось в виду другое заклинание, наложенное на человека, действует пока жив заклинатель. Вот, например, погиб Дамблдор, развеялось оцепеняющее заклинание. Погибли Волдеморты-пожиратели, развеялись множество Империусов. Помните сообщение, что по всей стране люди приходят в себя? Вот именно поэтому и приходят. А момент с рыбкой – это выдумка фильма. Никакой рыбки в оригинале не было. Как говорится, пуф. Есть несколько вопросов касательно дементоров. Первое – природопроисхождение. Это искусственные кем-то сотворенные, призванные существа, или же они существуют по естественным причинам, как призраки полторгейства и схожие с ними создания? Второе – методы противодействия. Патронус, если верить книгам, это единственное средство в борьбе с этими созданиями, да и то способное лишь только отогнать, но не убить или изгнать это существо из мира. Есть ли упоминания о том, какие еще существуют методы борьбы с дементрами и можно ли их уничтожить? Третье – сотрудничество с магами. Если переговоры возможны только методом применения магической силы, как-то немного сомнительно смотрится то, что их заставляет работать в Аскабане, не покидая его окрестностей без особого поручения. Ведь единственным методом противодействия является лишь только патронус, который только отгоняет дементоров, а эффективность этого заклинания достаточно сильно колышется от разных факторов. Есть догадки или информация о том, как вообще министерству удалось укротить, может и не полностью этих чудовищ, имея такой скудный вариант того, как от них обороняться, не имея возможности их уничтожить? У тебя очень путанный вопрос, слишком много повторений, но это так. Увы, тут тоже однозначного ответа нет. Но мне видится так, это искусственно выведенное создание. Еще до постройки Аскабана там промышлял вдали от всех черный маг, который их, вероятно, и создал. Ну и когда их там обнаружили, решили убить двух зайцев сразу, устроив там тюрьму. Можно ли их отогнать чем-то, кроме патронуса? Да думаю, можно, но это как бы сказать, отгонять терминатора очередью из пулемета. То есть это его задержат на какое-то время, но смысл особого не возумеет. Единственное действенное оружие против них это патронус, потому что полностью противоречит их природе. Они его не просто боятся, он делает им больно, фигурально выражаясь. И я думаю, именно так министерство и контролировало их. То есть дементоры по-настоящему боятся только патронуса, и кто знает, может объединенный патронус и способен уничтожить дементора. Но прецеденты неизвестны. Но факт в том, что они беспомощны против него, и он делает им больно настолько, насколько слово боль вообще применимо по отношению к дементорам. Ну и второй аспект их подчинений это официальная возможность заниматься любимым делом. Высасывать жизнь из людей, не боясь охоты на себя. Изъян очевиден, и мы его лицезреем. Как только появился тот, кто предложил условия получше, так они же сразу и переминулись. Министерством овладело суматохой, им не хватало сил удерживать дементоров на острове, тем более, что его посетил лично Волдеморт, скорее всего. Вот так вот. Хотел задать пару вопросов. Блин, меня всегда пугает такое начало, потому что, как правило, там целый свиток потом с вопросами. Ну да ладно. Как вы думаете, есть ли максимальное количество крестражей, которые можно сделать или можно рвать и рвать души до посинения? До посинения кого? Души? Второе. Помню, в четвертой книге был такой интересный фрагмент из разговора темного лорда с пожирателем на кладбище и по памяти скажу суть. Лорд говорит, что он старался держаться подальше от мест, населенных людьми, так как знал, что мракоборцы не прекратили свои поиски. Так вот в чем моя озадаченность. Как Волдеморт знал, что его ищут? Он же не приходил на планерки мракоборцев. И если подумать, как его вообще могли искать, если большая часть людей и Министерство в придачу были уверены, что он мертв? Или же Министерство неформально с инициативой некоторых служб все-таки мониторило местность и искало следы темного мага? Лично как вы себе представляете такую ситуацию, что мракоборцы узнали, где есть остатки Володи после Годриковой впадины? И мне вот интересно, как они бы ловили его бестелесного? И третий вопрос. Почему Хогвартс Экспресс не модифицирует с допотопного паровоза до скоростного поезда, как у Маглов? Думаю, заколдовать его будет легко и купить в том же Сименс в ФРГ, наложив конфундус на организаторов сделки, и вуаля, острый и бескомпромиссный, и острый и комфортабельный, извините, поезд для учеников вместо столетнего ведра. Ничего себе ведро! Ты видел там какие эти, как их называют, каюты, блин? Купе. Ладно. Опять же по порядку. То есть первый вопрос. Нигде подобное не обозначено. В мире Роулинг Волдеморд обозначен как первое, кому вообще пришло подобное в голову и кто разорвал душу более чем на две части. Надо помнить, что с каждым новым разрывом она становится все более нестабильной, и в итоге восьмой крестраж получился случайно. То есть если продолжать ее рвать, то остаток просто треснет на мелкие осколки, создав либо множество случайных крестражей, либо... не до фантомов. В любом случае телесное воплощение к такому существу уже не грозит. Но вряд ли Том задумался о подобном. Что до мракоборцев, то эту фразу Волдеморд произнес, когда рассказывал о времени сразу после своего первого падения. То есть по стране разошлись слухи о том, что Волдеморд пошел к Поттерам, все кроме Гарри погибли, Волдеморд исчез с концами. И даже пожиратели охренели от такого. Но органам правопорядка маловато этой информации, чтобы прекратить поиски Темного Лорда. Вот они не прекращали. Как бы они его поймали, это другой вопрос, они же не знали во что он превратился. А Волдеморд в любом случае их опасался, даже если те не могли ему навредить. О Хогвартс Экспрессе я рассказывал в одном из выпусков Мистериума. Маги, консерваторы, они еле согласились на паровоз-то, что уж говорить о Сапсане. Консерваторы и антимаглы, что с них взять. Тут куда не посмотри, мы во всех аспектах их обгоняем. И скорость связи, и скорость передвижения, исключая, конечно, трансгрессию. В целом, поиск для них скорее лучший элемент традиции. Были же времена, когда Экспресса не было. Как-то же они перемещались в школу при этом. На самом деле, как угодно, включая камин. В пятой книге они, кстати, тоже им пользовались. Вопрос насчет выручай комнаты. К примеру, если я могла, рожденный волшебник, благодаря своему уму и любопытству, узнал о ней. И вот прихожу, загадываю себе там бар, салон дорогих авто или магазин с айфонами, которые очень нужны, то комната сможет понять и материализовать желание. Или будет ошибка, и ничего не будет. Ну блин, кто же тебе наверняка такой скажет. Напомню, время действия книги это 1998 год на момент победы над Волдемортом. О каких айфонах речь? Ну, хотя это не аргумент. Эпилог же у нас вообще 2017 год. Как бы то ни было, техника вряд ли сможет воплотиться. Это то же самое, что загадать дар смерти. Подобное творение это сложная работа мастера, а то и целая бригада мастеров. Это я про айфон. Так что вместо горы айфонов ты получишь губозакатывательную машину, притом деревянную. Бар можно, только бармена там не будет. Сам будешь горячиться. Как думаешь, почему Гарри не попытался изучить анимагию? Я понимаю, почему этого не сделали Рон и Гермиона. Гермион всегда старался быть правильной и законопослушной, по большей части. А Рон просто ленивая жопа и раздолбай. Ничего себе характеристик у тебя. Но Гарри вполне мог хотя бы попытаться. Он не особо любил соблюдать правила, но с другой стороны, ему бы хватило усердия, если бы он захотел. Это подтверждает его старания, когда он учился по Тронусу. Там другой случай был. Ему было крайне важно ему научиться, понимаешь? Иначе бы он просто не справился бы с Дементрами. Психологический момент. Ладно. Это было бы психологически оправдано, ведь он хотел быть похожим на отца. Ну, наверное, да. Учителем он мог стать... Учителем бы мог стать Сириус, что опять же хорошо для сближения крестного и крестника. А то как-то неестественно получается. Они виделись всего один раз в конце третьей части, потом немного попереписывались в четвертой, а в пятой они уже ведут себя как будто знают друг друга много лет. И опять же, они в пятой книге не слишком часто виделись только на каникулах. Откуда такая привязанность к нему? Ну, можно подумать, Гарри не ленивая жопа. Все почему-то любят гнать на Рона, ставив пример Гарри, хотя по факту они два сапога пара и Гарри способнее только потому, что у него стимул был во сто крат сильнее. Ну так вот, почитай любую книгу и скажи мне, куда там еще вставлять обучение анимагии. В третьей книге в конце они узнали об этом. Ну, то есть узнали в середине из учебников, но донесли до них мысль, что можно и самим как-то стать ими. Только в конце. В четвертой книге сразу же чемпионат, пожиратели, кубок огня. А когда там обучаться-то? Потом слушание, орден. Разве что в шестой книге можно было бы, но года бы не хватило в любом случае. А про седьмую и говорить нечего. Кстати, сам Сириус говорил, что у них уходила на это львиная доля свободного времени в течение многих лет. Откуда такая привязанность к Сириусу? Ну, к единственному родному человеку, лучшему другу родителей, усироты, даже не знаю, как тебе сказать. Психология. Что же, давайте на этом сделаем паузу. Вопросы еще не закончились, так что рад буду видеть всех вас на следующем заседании Поттера Любов перед экранами мониторов. Ну, то бишь, до встречи в следующем выпуске. Главное, не забывайте мыть руки перед колдовством.